В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Это случилось 70 лет назад. Почему краеведы именно 1949 год называют годом основания города Видное? Здесь селились и строители города Видное, и будущие заводчане. Осторожно, лед! В филиале 2-й Видновской школы в микрорайоне Зеленой аллеи прошел урок безопасности. Сохраняйте спокойствие. Помните о том, что ваша одежда продержит вас на поверхности еще некоторое время, пока она не намокнет полностью. В детской школе искусств города Видное состоялся второй тур творческого конкурса «Новые имена России». Я стараюсь не волноваться, потому что, в принципе, я знаю и могу сыграть хорошо. Ленинскому району и Московской области в 2019 году исполняется ни много ни мало – 90 лет. Но это не единственная круглая дата. Так, первые капитальные дома тогда еще рабочего поселка, а ныне города Видное, появились 70 лет назад. Поэтому многие краеведы именно 1949 год называют годом основания нашего города. Тему продолжит Екатерина Борисова. Решение построить коксогазовый завод и поселок для его работников было принято еще до Великой Отечественной войны. Возведение начали в 1937-м, но на время боевых действий стройку заморозили. Она возобновилась лишь 10 лет спустя. Его строили для того, чтобы снабжать Москву бытовым газом, потому что вся Москва топилась дровами. Большой город становился, людей становилось все больше. И, конечно, вот этот дым, смог, все это стояло над городом. И правительство решило, как бы сказать, улучшить условия жизни москвичей. И поэтому было принято решение строить московский коксогазовый завод. Рабочий поселок Видное начал строиться в 1948 году. Первыми появились строения в его южной части, на улицах, которые теперь носят название Медицинская и Лемешка, а также в прудном и зеленом переулках. Первые дома будущего города Видное появились здесь, на улице Медицинской. Вот этот дом номер 2 сейчас выглядит почти так же, как и 70 лет назад. До наших дней здесь сохранилась не только историческая черепица на крыше, но даже и рамы и ставни тех лет. Из-под слоя штукатурки выглядывает деревянный каркас. Такие строения называют финскими сборными домами. Их привозили по частям и уже на месте собирали. Здесь селились и строители города Видное, и будущие заводчане, работники завода. И одновременно уже возникало то, что мы называем такая инфраструктура, быт. Через год в 1949-м был утвержден архитектурный проект рабочего поселка Видное, разработанный архитектором Борисом Ефимовичем. С этого момента начали активно застраиваться нынешние улицы Садовая, Школьная, Лемешка и Строительная. Тут уже возводились капитальные одно- и двухэтажные кирпичные дома. Борис Ефимович хотел создать настоящий город-сад. Каждый дом по задумке окружал собственный приусадебный участок с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Не возбранялось жильцам разбивать и небольшой огородик. Концепция Ефимовича, в этом ее и уникальность состоит, что это было такое коттеджное строительство, где соединялись все достоинства дачной жизни. По проекту Ефимовича там строились, они сохранились, такие хозяйственные постройки в стиле этом же, в общем стиле, красивые, где можно было хранить садовое, так сказать, огородное оборудование. Осенью 1951-го было принято решение немного изменить проект и доработать. Теперь руководству коксогазового завода можно было строить большие трехэтажные жилые дома. Именно такие украшают заводскую, радиальную и улицу Гаевского. Но концепция осталась прежней. Характерные черты загородной жизни должны были органично вписаться в реалии современного города со всеми удобствами – центральным освещением, водопроводом, газоснабжением, отоплением и канализацией. Историческая часть Видного и сейчас, в 21 веке, восхищает своей оригинальностью и уютом жителей и гостей нашего города. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Виднетовы. В филиале второй Видновской школы в микрорайоне «Зеленые аллеи» прошел урок безопасности. Ученикам старших классов рассказали об опасности, которая подстерегает тех, кто рискнет выйти на лед. Им сейчас покрыты многочисленные водоемы Ленинского района, но впереди весна, а значит и риск оказаться в холодной воде у желающих прогуляться по льду повышается. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. Урок безопасности был организован районным обществом спасения на водах и отделением МЧС Ленинского района. В ходе 40-минутной лекции только полезная информация. Как спасать и оказывать помощь провалившимся под лед, как вести себя, оказавшись в экстремальной ситуации и на что обращать внимание, чтобы в нее не попасть. На водоемах есть приметы, которые говорят вам о том, что это опасные места. Это лед не характерного цвета, это район камышей, это район спусков. Ленинское отделение Всероссийского общества спасения на водах было организовано не так давно, в конце 2018 года, при поддержке главы муниципалитета Валерия Венцеля. Первое мероприятие, в котором участвовали специалисты общества, проведение крещенских купаний. Урок безопасности – очередная инициатива, направленная на повышение безопасности нахождения людей на водоемах. Было подписано соглашение между администрацией Ленинского района и нашей организацией о совместном обеспечении безопасности на водных объектах, за контролем на водных объектах и различные мероприятия по обеспечению безопасности. Опять же, на водных объектах, с школами, с детскими садами, с различными другими учреждениями. Наглядные пособия, демонстрация видеоматериалов – постоянный повтор того, что наиболее важно. В занятии приняла участие актриса, телеведущая, каскадер Осман Дилибаш. Она является чемпионом мира по нахождению в холодной воде. Час Осман провела в ледяной проруби. А потому ее советы как практика особенно важны. Сохраняйте спокойствие. Помните о том, что ваша одежда продержит вас на поверхности еще некоторое время, пока она не намокнет полностью. Подобные лекции раньше проводились в школах района. Они стали хорошим дополнением к урокам по основам безопасной жизнедеятельности. И это приносит определенные плоды. По мнению представителя Босвод Московской области, наш муниципалитет – один из самых благополучных. В Ленинском районе, как и во всех остальных, работы хватает. Есть дети, есть отдыхающие, есть санкционированные и не санкционированные места отдыха у воды. Ну и в соответствии с поведением. По практике и по статистике в Ленинском районе достаточно дисциплинированное население. Несмотря на это, обороты поведению профилактической работы будут только нарастать. За зиму многие привыкли без страха передвигаться по льду. Но зима на исходе и совсем скоро это может привести к печальным последствиям. Проведение одного из первых уроков безопасности поведения на льду именно в этой школе актуально как никогда. Учебное заведение находится на берегу пруда, где местные жители за зиму проложили несколько тропинок. Теперь гражданам придется побороться с искушением пройтись по льду, срезать путь и сэкономить несколько минут. По словам представителя ВОСВОД Московской области Дениса Белкина, в ближайшей перспективе намечено создание в Ленинском районе клубов юных спасателей. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В детской школе искусств города Видное состоялся второй тур творческого конкурса «Новые имена России». Главная задача мероприятия – провести отбор среди творчески одаренных детей и выбрать лучших из них. На отборочном этапе побывала и наша съемочная группа. Благотворительный фонд «Новые имена» работает с одаренными детьми на протяжении 30 лет. Ребята отбирают в направлениях изобразительного искусства, исполнения классической музыки и литературного творчества. В конце прошлого года фонд выиграл президентский грант с проектом «Новые имена России», который создан для поиска и поддержки талантливой творческой молодежи. За эти 30 лет уже сделано просто огромнейшее количество мероприятий, акций, проектов, в рамках которых уже более 16 тысяч талантливых детей России получили поддержку фонда «Новые имена». Многие стали из них сейчас знаменитыми музыкантами. Ну и самый известный – это уже действующий президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев, который все узнает и который, кстати, прошел все стадии, все этапы фонда «Новые имена». Сразу два ученика Виктора Котовича приняли участие в престижном конкурсе. Преподаватель остался довольным выступлением своих подопечных. По его словам, они хорошо выполнили программу. Он отметил важность этого мероприятия и рассказал о творческих планах своих учеников. Ну они оба мечтают стать военными дирижерами. Оба. Просто период становления. А стимулом является то, что они участвуют в разных конкурсах в прошлых годах. Ну и, естественно, новые имена – это для них является основным символом. Потому что, получив здесь какую-то известность, они будут уже двигаться дальше. Когда в шесть лет Тимофею Гмызину предложили выбрать музыкальный инструмент, он без долгих размышлений решил освоить трубу. Сегодня ему 11, и юный музыкант с легкостью преодолел первый этап конкурса «Новые имена России». Но на втором его охватило небольшое волнение. Был небольшой страх. У меня он часто бывает. Я его пытаюсь как-то перебороть. Уже практически получилось. Я стараюсь не волноваться, потому что, в принципе, я знаю и могу сыграть хорошо. Помимо музыкального концерта, для юных художников провели мастер-класс по изобразительному искусству. Заданием было написать натюрморт, после чего их работы оценила жюри. Следующий этап от Московской области отберут всего 10 творчески одаренных детей. Возможно, для кого-то это станет началом большого творческого пути. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Уже больше года в Видном работает клуб художественной гимнастики «Аврора». Призванный стать настоящей кузницей звезд, он распахнул свои двери для всех влюбленных в этот один из самых красивых и грациозных видов спорта. И совсем недавно достижение воспитания с клуба можно было увидеть на открытом турнире. Среди зрителей побывала и наш корреспондент Екатерина Коваленко. Открытый турнир по художественной гимнастике для 7-летней Дарьи Горячевой – это долгожданный праздник. Легко и грациозно справившись с волнением, воспитанница клуба «Аврора» показала зрителям настоящее театральное представление. Оно стало результатом долгих и упорных тренировок. Уже около года 4 раза в неделю девочка под чутким руководством опытных наставников занимается в этой настоящей кузнице спортивных звезд. И это только начало. Какая твоя мечта? Встать олимпийской чемпионкой. Волнительный день соревнований и для мамы юной спортсменки, которая вводит дочку на каждую тренировку в «Аврору» и отмечает у нее большой прогресс. Очень хорошо выросла она, стали более ровнее шпагаты. Мы занимаем места, первые, вторые, всегда по-разному, но всегда с душой и с трепетом. Гордитесь дочкой? Гордимся, безумно рады. Турнир, на который съехались гимнастки не только из Москвы и области, но и из регионов России, организован самим клубом «Аврора». Активное содействие оказала и торгово-промышленная палата Ленинского района, благодаря которому каждая спортсменка получила креативную медаль с символикой чемпионата. Участниками соревнований стали 250 человек. Такой масштабный турнир проводится «Аврора» впервые. И планов у клуба хоть и добавляй. Здесь вообще задана высокая планка. Процесс настроенный не на сиюминутный результат, а на достижение постоянных прогрессов в будущем, в первую очередь. Чтобы ребенок не в маленьком возрасте выстрелил, а потом и пропал, а чтобы он вырос в полноценную взрослую спортсменку с хорошим уровнем подготовки. Мы хотим, чтобы наши дети достигли больших успехов и были в сборной России. На сегодняшний день в клубе занимается более 100 девочек в возрасте от 3 до 16 лет. К спортивным вершинам их направляет сильный тренерский состав. Среди наставников в «Авроре» неоднократные победители и призеры различных чемпионатов. Они для детей отличный пример ярких и волевых спортсменов. Тренера очень сильно помогают добиться успеха, потому что если бы тренера относились как-то по-другому к гимнасткам, они всегда знают, как объяснить, что-то показать. И каждому ребенку находят свой подход. А 15-летняя Анна Скорнякова, которая, кстати, за время занятий в «Авроре» уже выполнила первый и второй разряды, отмечает особый дух, царящий в клубе. Здесь все как одна большая дружная семья. Здесь очень дружная атмосфера, непринужденная, уютная. Мы приходим и обнимаем друг друга, и это сближает нас. И семья спортивного клуба всегда готова к пополнению. Двери «Авроры» открыты для всех, кто влюблен в художественную гимнастику. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 26 февраля, на протяжении всего дня ожидается облачная погода и мелкий дождь со снегом. Температура будет держаться в районе 1 градуса выше нуля. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.